Добрый вечер, горожане! Праздник Белого Месяца. Сагалган. Сагалган, да. Так, и кто у нас сегодня в гостях? Человек, который знает об этом празднике все. Давайте на него посмотрим. Дембрыл Дашибалданов, гыжелама буддийской традиционной сангхи России, ректор буддийского университета Даши Чуйнхурлин. Родился в селе Алан Хоринского района 7 ноября 1975 года. С 1995 по 2011 годы обучался в буддийском университете Гоман, штат Карматака, Индия. Любит классическую литературу и индийскую национальную музыку. Еще раз приветствую всех зрителей телеканала Тевиком. Вы по-прежнему смотрите главное вечернее шоу нашего города под названием «Моя столица». Выпуск у нас непростой и предпраздничный. Мы обсуждаем предстоящий праздник Белого Месяца. Ну а с кем его еще обсудить? У нас в гостях сегодня Дембрыл Дашибалданов, гыжелама буддийской традиционной сангхи России. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу, прежде чем начать, мне хотелось бы сказать, что Дембрыл Лама человек очень интересной судьбы, уникальной, я бы даже сказал. Дело в том, что человек 16 лет провел в Индии, где обучался в буддийском университете, правильно? Да, правильно. Так, ну и сразу давайте перейдем к празднику. Да, нас интересует очень, на самом деле, много вопросов, но один из первых. Расскажите кратко, что такое Сагалган? Для меня это просто Новый год по восточному календарю, но на самом деле это ведь намного больше. Ну, видите, Сагалган, ну, как бы, по лунному календарю, да, правильно, начало Нового года, новое летоисчисление или как бы Новый год начинается. И именно про праздник, если посмотреть, то во время праздника идет, ну, к ним большая подготовка, ну, предварительные какие-то молитвы идут. И, ну, как бы сейчас уже в народе, как она обычно, как костер ее называют, ну, этот, наверное, ритуал, как дубжуба, наверное, идет. И, наверное, с Сагалган такой праздник знаменуется тем, что человек оставляет все, ну, такое негативное в прошлом и вступает, ну, год, более такой... Как некий этап. Да, некий этап. Один этап как бы закончился, и он вступает в следующий этап и более так подготовленный. Ну, и, собственно, о самом этапе. Какого числа нужно конкретно отмечать Сагалган? То есть в этом году, получается, 19-го числа, то уже пора ходить по гостям и так далее. Ну, 19-го числа как бы не рекомендуют ходить по гостям. Со 2-го числа по лунному календарю в этом году, это 20-го февраля, уже начинают ходить. То есть от 19-го числа происходит... А почему все говорят 19-е, 19-е? Ну, получается, утром человек встает, и перед рассветом нужно, если у кого есть алтарь, боженица, поставить сулу, подношение, и тем самым почитать молитву. Хорошо, а костер, вот, собственно, Дугжуба, он какого числа у нас будет? Костер будет 17-го февраля. 17-го? Да. 17-го февраля, и после обеда, наверное, начнется весь ритуал. И вот этот ритуал, Дугжуба или костер, сейчас так его называют, знаменуется тем, что в этот момент разжигается такой, как бы, очищающий огонь. И в этом огне, ну, сжигается все такое негативное и отрицательное. В центре обычно изготовляется пирамидная вот такая, из ячменной муки, вот такое строение, пирамида. И по бокам ее окрасит три цвета, белый, красный и, по-моему, синий. Вот эти три краски означают, три вот эти полоски разноцветных означают то, что в этом, в этой субстанции аккумулируются все наши отрицательные, как бы, эмоции или отрицательное состояние ума. И вот этот процесс сам по себе, вот сжигание того, что отрицательное всех своих состояний ума, негативной кармы какой-либо, огонь, огонь, алицетеряет, как бы, мудрость. Сжигая огонь, в этом огне сжигаем все свои отрицательные эмоции. В огне мудрости, получается? А огонь сам, как бы, алицетеряет мудрость. А скажите, а может ли человек не буддист участвовать в празднованиях? Вот хотя бы в обряде дугу жуба. Я думаю, что можно. Просто внутренне сосредоточиться. Если же не противоречит этому человеку его убеждения или же мнение той религии, к которой человек относится, я думаю, можем прийти и так же получать. То есть, с точки зрения буддизма там никто не против? Не против. Отлично. Ну что же, а теперь мы услышим нашего специалиста в рубрике под названием «Психологический совет», где узнаем, чем, собственно, Европейский Новый год отличается от Восточного с точки зрения психолога, естественно. Светлана Викторовна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот с психологической точки зрения, чем Восточный Новый год отличается от Европейского? Когда наступает Европейский Новый год, мы все превращаемся в детей. Мы ждем чуда. Мы надеемся, что новая счастливая жизнь придет к нам, причем сама по себе. Восточный Новый год несколько другой по своей энергетике. Перед наступлением Нового года обязательно проходит обряд очищения. Весь негатив, который накопился за предыдущий год, все конфликты, все болезни, все собирается и сжигается. И с психологической точки зрения это очень важный ритуал. И если подойти к нему со всей серьезности, то он действительно помогает освободиться от груза проблем, очиститься и прийти в новую жизнь, в Новый год, готовым ко всем сюрпризам, которые преподносят нам жизнь. В дни празднования Сагалгана принято ходить друг к другу в гости, но в последнее время, мне кажется, что мы меньше друг с другом общаемся. Наверняка зря утрачиваем такую традицию. Да, эта традиция очень важна и очень нужна. И раньше, в дни празднования Нового года, всем и людям, и животным прибавлялся еще один год жизни. И это был такой ритуальный переход всего рода через временной рубеж, что помогало чувствовать себя более сплоченно, появлялось ощущение единства. Праздник Белого месяца все-таки пронизан этим ощущением единства. Но сейчас его реализуют через то, что идут в гости, дарят друг другу подарки. Появляется возможность почувствовать себя частью великого рода. Ко мне, как к психологу, иногда обращаются клиенты с запросом. Я не могу найти место в жизни. Мне не хватает энергии, чтобы реализовывать какие-то проекты. У меня нет сил, чтобы жить. И это чаще всего говорит о том, что человек утратил свою связь со своей родовой системой. На тренингах, на расстановках мы это делаем таким образом. Ставим человека, и сзади него встают заместители. Мамы и папы, дедушки и бабушки, прадедушек и прабабушек. И человек воочию видит, какая огромная сила, какая огромная система стоит за ним. В жизни же это сделать гораздо проще. Обнимите своих близких, поклонитесь своим предкам, поблагодарите своих родственников, обменяйтесь подарками. Вы почувствуете, что ваш род и ваша семья, они всегда рядом с вами. И когда вам будет трудно, то получить поддержку очень просто. Нужно просто вспомнить, что они есть. Светлана Викторовна, спасибо большое за беседу. Всего доброго и до свидания. До свидания. Дембриллома. Такой вопрос у меня к вам. Дело в том, что недавно на многих сайтах, в средствах массовой информации и так далее проскользнула следующая новость. Дело в том, что в Монголии было обнаружено еще одно нетленное тело. Более того, сообщалось, что это тело принадлежит учителю нашего Итагилова. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Взять на себя ответственность, прокомментировать именно, что представляет это тело, я пока не могу. Ну, слышали же, наверное, что-то. Ну, я слышал в соцсетях и в новостях, так как их много было, в публикации, поэтому... То есть, получается, наш Итадилов, он не уникален? Ну, насчет того, что он уникален, не уникален, это уже отдельный вопрос. Надо изучить то, что нашли в Монголии, что из себя представляет. Ну, как бы там ни было, оно сохранилось 200 лет, если верить слухам, получается. И сохранение вот этого тела, конечно, дает нам то, что вот этого состояния человек добился, изучая его муддийскую философию, занимаясь именно практикой, медитацией. Либо есть другой вариант. И, ну, я думаю, там другого варианта не будет. А у него же такого быть, что там просто мумия в Монголии? Вполне возможно, пока этот вопрос не изучен, пока нету комментариев Хамбаламы Монголии. А кто, кроме него, может дать еще ответ на этот вопрос? Ну, на этот вопрос ученые, наверное, изучив вот это тело, дадут свои определенные комментарии или же... А они вообще, вы думаете, пустят ученых? Вот, насколько я понимаю, с Итадиловым ученые проблем вообще никаких не испытывают. Пожалуйста, изучайте. А у них, как думаете, отнесутся к этому? Я думаю, тоже они будут лояльно относиться к этому. Ну, вот ваше личное мнение. Мое мнение, я бы, конечно, разрешил изучить до конца тела и выявить определенные... Какие-то итоги. Ну, что же, будем ждать новостей из Монголии. Все-таки вопрос непростой, очень интересный. Ну, а теперь давайте послушаем вопросы от наших зрителей. Что надо делать со старым календарем, где... С бурятским божеством? Дембрел Ламан. Ну, вот, что делать с календарями, на которых изображены буддистские священные изображения? Да, вот как их правильно утилизировать? Что с ними делать? Ну, вот эти календари... Ну, некоторым советую вырезать из календарей изображения божеств. И, ну, можем придать огню или же поместить в рамку и, ну, почитать своему... Здесь самый худший вариант, это просто выбросить, да, получается? Да, если выбросить, она будет валяться не в таком чистом месте и повлечет за собой негативную карму, скажем так. Собственно, для владельца календаря. А вы вообще как относитесь к подобным календарям? Ну, то есть, понятно, Зурхай, понятно, что календарь имеет практическое значение, да? Вот помещать изображения буддистей на таких календарях. Ну, у них же тиражи с десятками тысяч выходят. Мало ли что с ними происходит потом в дальнейшем? Наверное, пока сейчас время такое, что... Ну, я нейтрально отношусь к этому явлению. То есть, не хорошо, не плохо. Не хорошо, не плохо. Оно просто есть. Да, есть я. Из-за этого уже ничего не пойдет. Так же, дорогие друзья, если вы испытывали проблемы на этот счет, знайте, что есть два выхода. Просто вырезать эту картинку, либо сжечь ее, либо оставить, ну, где-нибудь в рамке на почетном месте. Так, ну что же, дорогие друзья, не переключайтесь, потому что сразу после рекламы мы обсудим Индию. И, точнее, как происходила учеба Добрыломы в этой стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова